Всем привет, ребят, с вами Виталий Зелёный. Со мной здесь стоит Серёга Трейсер. Всем привет. По уху меня не слукнул. Мы сейчас стоим уже перед входом в зону. По названию видео, я думаю, вы уже догадались. Мы идём делать мини-такой ремонт. Землянку нашу в Чернобыль. Нам сейчас предстоит такая огромная дорога. Будем закидываться в этот раз ночью, да, Серёга? Да, будем закидываться ночью, потому что, ну, в принципе, дорогу вы видели. По дороге, как правило, ничего интересного. И меньше опасности, что нас примут. И меньше палева, потому что ночью... В тот раз с днём просто мы сильно переживали. Сейчас, ночью, единственный минус, что не хотелось от каких-то животных встретить. Это, да. А так, в принципе... В тот раз волки вылипали. Да, мы, кстати, многие моменты остались за кадром, потому что... Ну, ты не снимешь просто бой, и ты просто начинаешь петлять. Она оставалась где-то до выброса 4 километра, и мы услышали бой волков. Было очень страшно, на самом деле. Там мы два километра, два с половиной влупили, наверное, очень быстро. Вся устала, всё так по щелчку прошла. Мы просто... Бой волков, это тебе не собаки, извини меня. Это у нас для нашего такого мини-ремонта будет. Наши рюкзаки тоже забиты. В общем, всё уже покажем завтра, когда дойдём. Надеюсь, что дойдём до нашей землянки. Да, до утра должны дойти. Я думаю, дойдём до утра. Я имею в виду, чтобы нас не приняли. Потому что мы идём нелегалом. Да, в плане можешь не понять. Да, всё. Единственное, что с этими вот такими баулами... Не особо удобно идти. Да, они не тяжёлые, но, блин, не очень удобно. В общем, ребят, дальше, я думаю, будем снимать, если только будет что-то интересное. Потому как лишний раз не хотят включать фонарик. Фонарик, кстати, вообще нельзя включать. Можно на инфократце. Ну, в редких случаях. Если вот зароси тебя такие окружают, можно включить фонарик. Потому что луна светит более-менее. Ну, ненадолго. Луна светит более-менее. Потому что я вот помню с того раза, что когда луна светит, ты типа более-менее видишь дорогу. Ну, глаза адаптируются. Адаптируются, да, и ты более-менее видишь. Ну, всё, будем выдвигаться. Погнали. Ну, ребят, всё, здесь уже фонарик не включишь. Свечу таким красным фонарём. Надеюсь, меня видно. Вот. Сейчас у нас очередной привал с Серёгой. Зашли с дороги. Прилегли уже. Просто сил нет. Никаких. Часа два-два с половиной идём. Как Серёгой говорил, ночью реально снимать нечего. Какие-то шорохи животных. Зайцы выпрыгают с под ног. Ты это не снимешь просто. Да и фонарь включать нельзя. Ну, именно такой белый свет. Всё, ребят, будем дальше продолжать идти. Отдыхаем минут по пять с Серёгой. И идём часа, час-полтора и передышка. Короче, не суть. Не важно. Какой карф лежать, отдыхать. Просто никуда дальше не хочется идти. Доброе утро, ребят, всем. У нас Серёга, она не особо добрая. Как утро? Уже день. Ну, уже день, потому что мы всю ночь шли. Устали очень сильно. Немножко там вначале поснимали. А потом, ну, что там снимать? По темноте идёшь себе. Идёшь, идёшь. Да, в зоне лучше по темноте лишний раз фонарик не включать. Пришли мы в нашу землянку. Я просто не верю, что мы здесь находимся. Это наше, так сказать, детище, наше укрытие от полиции, от всех этих волков и зверья. От волков такое себе. Но мы сегодня что у нас в планах? Мы сегодня крышку сделаем? Сегодня мы запакуемся так, что у нас волки, по идее, не должны будут достать. Потому что, ну, как бы мы действительно, ребят, об этом не подумали. Я знаю, что здесь водятся волки, но мы не подумали. Мы, короче, поленились тогда вход закрыть. И волки действительно нас могли бы достать. А сегодня мы замруемся полностью, сделаем тут подземный бункер. И утеплим, и печку будет. Да, и с прошлого раза вот поняли, что... Ну, сейчас, конечно, уже потепляет. Доработаем, сделаем ремонт конкретно. В прошлый раз мы недели две-три назад были. То есть было, ну, реально прохладнее намного. А сейчас реально и ночь ушли, и намного теплее было, чем тогда. Ну, и утром, короче, уже пришли. И, как бы, решили спальники даже не доставать, потому что утром уже тепло было. А днем сейчас вообще жара, наверное, на улице будет. У нас просветы здесь жесткие. Да, я как-то в прошлый раз уже, знаешь, темнело. Я это все не замечал, потому что мы крышу в конце делаем. А сейчас видишь такие просветы. Мы уже ночью спали, уже не заметили. Да, мы, короче, все это замруруем, все будет четенько. Ну что? Вылезли мы, как медведи из берлоги с Серегой. Сейчас будем делать перекус. Смотрите, как она у нас выглядит. Даже практически не поменяла цвет. Елка, она долго зелененькая остается. Я думал, уже придем, она пожелтеет. Ну, смотрите, зелененькая. Ее сдалека даже практически не видно. Подоставали наши торбы. Сейчас покажем вам, как мы смастерили с Серегой. Из двух ведер печку взяли с собой. Все, в рюкзак поместилось. Лопату на всякий случай опять взяли. У нас там труба такая, которая у нас будет выходить. Будет все по красоте. Ребят, Серега уже поставил кипятиться воду на горелке. Такая у него прикольная кружечка. Как это называется? Не знаю, как это называется. Просто такая штука классная. И кто не знает, что такое сублиматы, это вот такая вот штуковина, вот такая упаковочка. Мы, кстати, в прошлый раз их тоже брали, просто что-то никто в кадре не показывал. Мы что-то не показывали, да, их. В общем, здесь, как ты говорил, выжатая еда. Можешь показать, вот у меня борщ. Борщ здесь вынынный. Борщ, прикиньте, это борщ. Потом покажем, когда зальем его кипяченой водой. О, пахнет. Ну, конечно, пахнет. А у меня, а у меня паста болгарская. Сейчас открою, покажу. Вот так вот у нас выглядит паста. Ну, короче, макароны или лавша, кто ее как называет. Серега заливает наш хавчик на сегодня. Сначала это газ выключить, потом можно заливать. Так, водичка закипела. Просто вот заливаем примерно 200 миллилитров воды, можно больше. Это как бы на любителя жиденького, не жиденького кто-то любит больше. Ну, в принципе, у меня борщ, поэтому я себе, наверное, буду заливать побольше. А мне поменьше, у меня должно так погуще быть. Ну, все равно 200 миллилитров надо, чтобы оно впитало в себя, смотри, не знаешь. Ну, смотри, сразу уже такой. Сейчас я покажу. Красный, короче, начинается цвет, как у настоящего борща должно было быть. Ну, реально, слушай, круто выглядит. И все, берем, закрываем вот этот пакетик вот так. Ага. И минут 10 стоит. А потом, в принципе, можно хавать. То же самое повторяем с твоей пастой. Мы, в общем, с Серегой решили не терять время, так как мы большую половину дня проспали, потому что ночью и шли, и нам нужно до темноты, да, наверное, справиться. Да, ну, мы справимся. Тут, по сути, ну, как бы реально можно ночевать. Разгребаем нашу елочку, наше укрытие. Ну, а так сразу парь у нас становится. Смотри. Сразу ее можно сдалека спалить. Вот как это выглядит. Смотрите. Блин, мне как-то с елочками больше нравится. Да, да, но ты знаешь, лес зеленый. Атмосферно, да, такое укрытие, да? Ты раз 50 метров смотришь, уже не видно. Ну, а там мы спали. Вот зеленята, смотрите. Виталийка камеру показываю. Перемешал, уже больше на красный борщ стало похоже. Надо было просто немножко больше мне воды налить. Ну, оно как это, как повидло какое-то мне напоминает, знаешь. Варенье, бабушке, варенье. Просто лишь мало воды налил, сильно, короче, такое густое получилось. Все, будем кушать, ребят, и приступать к работе. Ну что, ребят, подкрепились, настроение появилось, теперь будем с Серегой работать. Смотрите, какое у нас отверстие супер ровное. Ну, мы подготовились заранее, багарка еще дома, выпилили все. На скорую руку все делалось, но как бы строго не судите сильно. В общем, это у нас будет печка такая в нашей землянке. Будет печка, ремонт, понеслась. А это у нас будет вытяжка. Мы еще с Серегой не шарим. Будет ли она работать? Потому как, может быть, с поддувалом у нас как-то неправильно что-то проработано, и может быть печально. Я надеюсь, что у нас все должно получиться. Ну смотри, я думаю, если плотно вот эту вот не закрывать, нашу дверцу там, где мы будем подкидывать дрова, то, в принципе, должно вытягивать все. Я тоже думаю. Нам нужно будет вывести эту трубу, она до двух метров растягивается, выдерживает 220 градусов. Готово супер-пупер наша буржуйка. Не супер аккуратная, не супер идеальная. Закрепили вот так. Ну какую-то печку с собой тяжелую, такую, знаете, из чугуна тащить. Ну это вообще был бы бред. Просто на просто идти огромный... Не говори, сколько километров. Огромный километраж, я хотел так и сказать, да, много. Чтобы не полить контору. Чтобы не полить контору, да. И тащить с собой чугунную, блин, печку, это было бы вообще сумасшествие какое-то. Можно было бы... Ну это уже, знаешь, как говорится, губа не дура. Да, я не знаю, там зрители с России понимают, что такое тележка, кровчучка или нет. Ну такая, ну, тачечка, тачечка просто. Ну типа такая, на двух колесах. Слушай, ты еще скажи, давай на машине, блин, поедем. Ну на машине... В зону такие в наглую прорываемся. На джипах. На джипах, да, такие наглые, тупо. И мы едем на своей землянке там. Ребят, нас немножко радует солнышко под вечерок. А мы с Серегой сейчас будем убирать досточки. Ну можно, я не знаю, Серега, наверное, 3-4, да, уберем. Чтоб можно было хотя бы туда-сюда не пригинаться. И обошьем. Мы можем сейчас их поломать. Помнишь, я в ремонт убросил? Чуть не упал. Очень хорошо, что этот раз их пилить не надо уже, все напилено. Потому что мы тогда с пирожюлей их пока напилили. Тоже по комфорту. Ну да, тут как бы по сравнению с прошлым... Ай, тихо. Я прям почувствую, как... Она тебя ударила. По сравнению с прошлым разом, то все как бы очень легко и очень комфортно. Слушай, она стала такой вид неприятный приобретает. Раскидали мы с Серегой дрова. Мы себя немного почувствовали богатырями. Такие бревночки. Не маленькие. Здесь, в принципе, подчищать не нужно. Но мы лопату-то с собой на всякий случай взяли. В общем, сейчас стенки утепляем. Ставим буржуйку. И... Просто персик. Красотища. Лайк, ребята. Лайк. Тупо стараемся ради вас. Делаем контент. Реальный контент. Такого никто не делал. Землянку никто не делал в Чернобыле. А ремонт в землянке... Ну, это вообще... Где вы такое видели? Так что нам лайк, подписку на канал, если не подписаны. И комментарий. Первый час я лайкаю вас. И на Серегу подписывайтесь. Ссылка на Серегу в описании. И на его видео. Посмотрите, с какой камерой я снимаю. Представьте, как мне тяжело. Вот, кстати. Посмотрите, просто на что снимает Серега. Да, мне тяжело. Ему очень тяжело. Так что... Посмотрите, перейдите на Серегу на качество. Ссылка в описании. И Сереге тоже лайк. Все. Начинаем с Серегой утепляться. Приступаем к нашему ремонту. На самом деле, у меня сейчас тоже дома ремонт. И ремонт это такая, блин, фиговая штука. Пыляка и все дела. Но здесь ты кайфуешь. Не можешь дома ремонт закончить. Не можешь дома ремонт закончить. А все же в Чернобыле делают. Ну, ничего. Зато кайфуешь. Такого никто не делал. И когда ты первооткрыватель, землянки делаешь, ремонт еще и в Чернобыле, это на самом деле очень круто. Ну, именно так. В голове себе так представляешь. Что ты очень крутой. Ты в землянке в Чернобыле сделал ремонт. Разве не круто? Мне кажется, надо под бревна, короче, бревнами прижать эту штуку. Ну, да, можно вот так впихивать, знаешь, как простынь. Вот туда, как простынь. Хоп-хоп-хоп. А гвозди нам не надо даже молоток, чтобы гвозди забивать, потому что можно просто гвоздями укреплять. Блин, надо было какие-то эти, со шляпкой большой брать гвозди нам. Не подумали. Не подумали. Вот видишь, а уже все. Нужно выходить из ситуации. Можно Uber-доставку заказать. Можно Uber-доставку заказать. Uber-доставку. Аля. На мвозди в Чернобыль. Смотрите, мы одну сторону уже утеплили, так сказать, такие у вас тепловые отражатели, ну и для красоты, чтобы поуютнее у нас было. Мы с Серегой обо всем не подумаешь, не взяли какие-то крепежи. Приходится вот такие вот сучки отламывать. Оно легко протыкается и легко в землю встремляется. Вот. И держит неплохо. Так, смотрите. Хоп. Все. Вот так вот и закрепили. Серега там уже с той стороны запихивает простынь. Вот. Так что, как-то так получается. А на пол кинем. Там у нас потолще. Из такого же примерно материала, только намного толще. Поморочились немного. Установили с Серегой нашу буржуйку. Вот здесь посередине. Здесь подсыпали песочек, чтобы устойчиво стояло у нас. Закидываем сюда дровишки. Закрываем. Серега, забыли ручку какую-то изобрести здесь? Ну, пофиг. Так, я думаю, аккуратно си веточкой так призакрыть. Или крючочек надо было какой-то. Но, видите, все не продумаешь. И должно у нас вон туда все выходить. Видите? Трех. Шо ты там? Ничего. Я тебя в щелку вижу. Вон у нас, видите, какой трубоход. Трубоход. Шо? Шо? Ай! Темнеет начинает. Надо хоботиться. Несу непонятно. Тудить еще и стукнулся. Ладно. Темнеет, а еще работы прилично. Вот что у нас получилось. Пока что. Сейчас нам нужно будет накрыть все доски обратно. Короче, на свое место вернуть. Накрыть клеенкой. Вообще отлично. Теперь мы защищены от дождя. А, и оно еще и ветер не будет попадать. Намного теплее будет. Надышим, напукаем. И будет все хорошо. Подержи клеенку. Держу. Смотрите, что мне нравится, что нам тупо на изи хватило. Где наша труба такая выходит из печурки. Как раз закачивается клеенка. Так, ребят, мы с Серегой начали притрушивать вот здесь. Но из-за отверстий между бревнами начинает проваливаться внутрь песок. Поэтому решили здесь с краю так попритрушивать. Ну, позакреплять. Может ветер будет дуть там. Или еще что-то. И будем уже сейчас ветками застилать это все. Ну что, вернули мы назад нашу маскировку. Ребят, нашли с Серегой вот такое вот дерево сухое. Сейчас понапиливаем Серегиных вот таких вот. Четыре шага. Четыре шага вот таких. У нас замер такой. Сейчас напиляем. Скрепим. И будет у нас крышка для нашей землянки. Вот. Пилочка классно пиляет. Вообще огонь. Да, повезло нам с пилкой. Еще в прошлый раз мы это заметили, что нам повезло с пилкой. В общем, все. Делаем, работаем. И дальше покажу, что мы тут придумали. Какую крышку для землянки. Фух. Честно говоря, подзамахали сделать крышку для нашей землянки. Но она у нас готова. Вот так вот она у нас вышла. Нелегкая такая крышечка. Давай, Серуха, посмотрим, как она смотрится. Поставим ее на место. Вообще супер. Слушай, много писали. Помнишь, что мы не сделали в тот раз крышку? На самом деле, если молчане какие-то придут, они все равно могут залезть. Ну, в принципе, да. Но, слушай, уже какая-то какая-никакая защита. Завасить. Ну, если это будет лезть, там можно клюв ножом. Ну да, отпугать его как-то. В общем, да. Вот такая вот у нас получилась. Ребят, пока я ходил за дровами, Серега разжег костер в нашей буржуйке. Смотрите, горит. И вроде бы она работает. Немножко дыма там просачивается вверху. Ну, это, я думаю, не суть страшно прям. Ну, на самом деле, может быть страшно, мне кажется. Смотрю уже, да. Ну, мы будем головой туда спать. В принципе, оно будет вверх выходить. В принципе, я как думаю, смотри, как оно прогорит уже, это уже будет жар. Уже не будет много дыма, правильно? А тепло оно будет издавать, так как прогреется хорошо ведро. В принципе, нам не обязательно же всю ночь топить. Ну да. И типа, блин, ну, работает самое главное, смотрите. Очень круто. Сидишь так атмосферно, да, Серега? Да. Смотри, круто вообще. У меня такие эмоции. Здесь клеенка. Дождь нам не страшен. Вышел я с землянки, посмотрите, что на заднем фоне. Что происходит. Сидит там так уютненько. Ну, все, пойду до Сереги. Посижу в той атмосфере. Я вам говорю, ребят, вам через экраны мониторов это просто не передать. Всю эту атмосферу, всю эту движуху. Просто вот это вот все. Это так круто. Блин, я рад. Все, ребят, у нас уже потемнело. Прощелку вам так показываю. Мы уже закрыли наши двери, так сказать. Не знаю, можно это назвать дверями или нет. Буржуйка прогрелась. Вообще, обидительно. Такой прям жар здесь чувствуется. И знаете, чем вот запахло? Реально запахло, как вот в бане, знаете? Когда вот топишь баню, и вот именно, вот согласись, такая вот как парилка. Ну, что, не? Костром пахнет. Ну, мне вот как вот в бане, вот знаешь, такими вот сосновыми ветками. Ну, реально круто. Такой запах приятный. Я кайфую. Не знаю, что тебе костром. Мне именно баней пахнет. В общем, подоставали мешки. Но я вам скажу, что сейчас здесь именно такая температура, что... Я же без мешков спал. Мы полежим, на самом деле. Мы полежим, и будет холодно. Думаешь, потом захотим одеть? Да, лучше в спальники залезть, на самом деле. Потому что у нас всю ночь гореть тоже не будет. Мы решили, ребят, всю ночь не палить, потому что, не дай бог, там... Кое-где, аж до красноты был. Вот. В общем, будем укладываться. Устали очень-очень-очень-очень... Очень при сильно. Под прошлым видео вы столько лайков мне наставили. У меня, по-моему, ни на одном видосе столько лайков не было. Так что можете и под этот мне лайк влепить. И подписаться обязательно на канал, если не подписаны. До Сереги переходите по ссылке в описании. Смотрите его версию. Это как этот. Как не валяшка катаюсь. Здесь именно так прилично место, но можно стукнуться в кладе. Можно вот смотрите, как Серега забрал ноги. Можно так вот сесть. Но, ну, правда, всякая фигня летит. Не упирайся на гайки. О, и кайфуешь. Только мы в ту сторону головами будем ложиться. Потому что в этой стране у нас буржуйка. В общем, все. Где вы еще видели ремонт землянки, саму землянку в Чернобыле. За это можно нам лепить лайк за старание. Подписаться на канал и все дела. Все, мы будем укладываться, перекусим, попьем чаек. И все. С вами был Сергей Тресин. Виталий Зеленый. Всем пока-пока.